В активную фазу борьба с незаконными сбросами стоков на курорте вступила в январе 2015 года. За это время было выявлено более 11,5 тысяч неканализованных объектов. Основная часть в Лазаревском районе. Более 5 тысяч. Нарушителям выдаются предписания, составляются протоколы. Если и эти меры не действуют, отключают от водоснабжения. В особых случаях речь идет и об уголовной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Так, категория людей, которая сегодня возмущается и которую мы хотим привести в соответствие с санитарным нормам для жизнедеятельности человека, должны четко понимать, они сегодня, кто им дал право заражать людей. И население нашего Черноморского бережа должно четко понимать о том, что либо будут приезжать, либо сюда приезжать, лечиться не будут. Это их прямой заработок. В Сочи районные межведомственные комиссии, в состав которой входят представители районных администраций, Роспотреб и Росприроднадзора, предприятия водопроводно-канализационного комплекса и полицейские работают ежедневно. Сегодня 12% из выявленных нарушителей уже подсоединились к центральной сети. 36% абонентов заключили договоры с лицензированными компаниями, а их в Сочи 17, на вывоз жидких бытовых отходов. Было принято более 3000 заявок на получение тех условий для присоединения к центральной канализации или установки лосов. Таким образом, на данный момент 6,5 тысяч объектов устранились замечания и больше не загрязняют окружающую среду. Работы, в общем-то, начатые, завершаются. Думаю, что, не думаю, а уверенно могу сказать, что мы предпримем все меры для того, чтобы летом море, как и в прошлом году, пробу давало только нормальные, для того, чтобы гости у нас в чистом море купались. В Адлерском районе уже заканчиваются работы по прокладке сетей для подключения 40 домовладений. То есть к центральной системе канализации будет подключено еще 70 домов, а это 120 семей. В Лазаревском районе в ноябре 2015 года завершены работы по канализованию 105 ИЖС. Также продолжают прокладывать канализационные сети. Серьезная работа по понуждению к устранению нарушений проведена и прокуратурой. В прошлом году специалистами органов было выявлено 14 тысяч нарушителей. На завершающей стадии находится приведение очистных сооружений в надлежащее техническое состояние, демонтированная незаконная врезка трубопровод, глубоководный выпуск приведен в функциональное состояние. Обеспечено устранение нарушений при эксплуатации глубоководного выпуска в поселке Совет Квадже. Ремонтируются еще три глубоководных выпуска в Хостинском и Лазаревском районе. Вопросы улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на Черноморском побережье в целом и в районе Большого Сочи в частности по-прежнему остаются на особом контроле у заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе. Владимир Гурба подчеркнул, что экологические рейды продолжатся. Показателем эффективности подобных мер должно стать улучшение проб морской воды. Как подчеркнули на совещании, опыт прошлых лет показывает, что в месяцы пиковых загрузок в районах расположения частных мини-гостиниц показатели загрязнения в несколько раз превышают нормы. Этим летом власти готовы пойти на жесткие меры, закрывать для посещения пляжи, а расположенным в округе отелям запрещать принимать отдыхающих. Кроме этого, законопослушным гражданам, которые живут рядом со злостными нарушителями, будут рекомендовать обращаться в суд на своих соседей для взыскания упущенной прибыли. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ».